День, приветствую вас здесь у себя на прямом эфире. Сегодня будем с вами говорить на тему конфликты в коллективе. Тема такая достаточно, скажем так, глубокая и, конечно же, непростая, потому что когда речь идет о каких-то склоках, когда речь идет о каких-то, ну скажем так, неприятных моментах, всегда хочется, чтобы это поскорее закончилось и вообще давайте не будете трогать меня. Да, но мы сегодня разбираем конфликты в коллективе, в частности, позицию руководителя, да, то есть как должен вести себя руководитель, как должен вести себя собственник, да, если вы, ну как бы, во всех бизнес-процессах принимаете участие для того, чтобы этих коллективов, конфликтов избежать в коллективе, да, в первую очередь, постараться не допускать и вообще разобраться, что же на самом деле происходит, что идет не так, откуда вообще эти конфликты у нас берутся. Давайте, наверное, начнем вообще по порядку, да, с самого такого момента, который я бы назвала, почему эти конфликты происходят, да. Как правило, если мы говорим про отдел продаж, тут, ну, есть два таких фактора, которые больше всего, да, вызывают, ну скажем так, неудовлетворенность ваших сотрудников. Первое, это когда речь заходит о деньгах, да. К примеру, приходит один клиент, да, условно, с ним пообщалось несколько менеджеров разных, да, и кому потом делить эти бонусы, да, то есть и ваши сотрудники начинают делить клиентов, да, начинают друг с другом ругаться, у них происходит какое-то недопонимание, ну, собственно, и они, у них, да, и, собственно, происходит какая-то ругань. Так вот, первое, чтобы клиентов не делили, да, чтобы не происходило таких непонятных моментов, у вас, как у руководителя, должны быть, скажем так, заготовочки, заготовочки в виде регламентов, то есть вы заранее должны прописать, да, и вообще, скажем так, некие правила игры. Я это называю регламент перекрестных продаж, то есть у нас в компании, в которой я работала, да, в качестве коммерческого директора в том числе, честно скажу, было не придумано не мной, да, но мы его постоянно апгрейдили и допиливали, был такой называемый регламент перекрестных продаж, где четко было написано, в каких ситуациях кому уходит какая сделка. Вот пришел этот клиент, условно, да, кто с ним пообщался, кто имеет право, соответственно, называть его своим клиентом, да, и кто имеет получить право бонус за дополнительную консультацию. Сейчас поподробно объясню, звучит, наверное, очень страшно, да, о чем, Юля, ты вообще говоришь, я тебя не понимаю. Ну, к примеру, смотрите, получается, если вы хотите, чтобы ваши менеджеры не ругались, да, не делили клиентов, то есть вы заранее прописали правила игры, вы определили, да, сами для себя, для начала, кому какая сделка уходит, соответственно, и если вы хотите, чтобы не было конфликтов, да, то второму менеджеру, да, который общался с этим клиентом, он тоже хочет за это получить деньги, потому что бесплатно никто клиента консультировать не будет, да, и вот здесь как раз таки можно пойти двумя путями. Первый путь – это сделать вот такой как раз таки регламент, да, называемый его перекрестных продаж, где будет написано, кто является менеджером первичной консультацией, да, а кто сделал дополнительную консультацию клиенту, собственно, и он получает какой-то небольшой бонус от сделки, да, то есть он не бесплатно консультирует своего клиента, второго клиента, да, не своего. Либо вы можете сделать, к примеру, да, как вариант тоже мы делали с компаниями, сделать бонусы за выполнение и перевыполнение общим планом офиса, то есть каждый сотрудник понимает, что, скажем так, у нас есть общий план, который мы выполняем, у нас, соответственно, есть бонус за выполнение и перевыполнение этого плана, поэтому этого клиента я консультирую не просто так, да, соответственно, это пойдет в нашу общую копилочку, соответственно, и мы получим всем офисам, да, всем нашим подразделениям бонусы за выполнение, например, плана, да, и таким образом, опять-таки, не будут ругаться за того, кому этот клиент отходит. Как еще с одним, например, моим клиентом мы сделали? К примеру, менеджер получает условно бонус, ну, допустим, округляет, да, 1% от суммы договора. Это бонус, который получает человек, да, в случае, если клиент у нас что-то покупает, будь там, не знаю, двери, окна, там, не важно, что, да, вы продаете. И, допустим, они разделили сделку на 4 этапа. Первый этап – это консультация первичная, да, клиента, обработка лида, занесение информации в систему. Второе, соответственно, это запись на замер, дальше, получается, это дожим клиента после замера, и четвертое – это условно оформление, да, договора, то есть, ну, 4 этапа сделки. И получается, тот менеджер, какой выполнил, соответственно, какую часть, получает четвертую часть. То есть, если менеджер проконсультировал изначально, да, клиента, записал его на замер, дожал его на договор и заключил с ним одновременно договор, он получает целиком этот процент. Если менеджер сделал только одну часть, допустим, а 3 другие части делал другой человек, значит, третью часть получает он. Ну, если условно сделал 1 половину, вторую половину, ну, как бы, они получат каждый по 0,5, да, то есть, это можно таким образом также разделить, чтобы ваши менеджеры не ругались друг с другом, да, получается, чтобы ваши менеджеры не делили деньги между клиентами, да, то есть, ну, в любом случае, от вас, как от руководителя, должны быть одни правила игры для всех, назовем это так. Поэтому, получается, здесь можно идти либо регламентом перекрестных продаж, да, и делить менеджера сделки, и тот, кто дополнительно проконсультировал клиента, получает свой бонус, либо сам, сам этап сделки, да, разделить на разные, на разные части, и каждый из них получает за свою, вот, либо, соответственно, делаем это таким образом, да, что ставим какой-то общий план, соответственно, и при выполнении этого общего плана клиентам, тогда клиентов не нужно делить, деньги делить, соответственно, не нужно, никто ругаться здесь не будет. Вот, это первое, да, из-за чего могут ругаться ваши менеджеры? Это деньги, это клиенты, это, наверное, самое болезненное, то, что больше всего вызывает, соответственно, конфликтов в коллективе. Почему еще могут быть, да, конфликты? Ну, конечно, психологи, наверное, их могут разобрать очень много, но я таких основных, базовых могу выделить еще несколько причин. Вторая причина – это когда повысили условного коллегу, да, среди своих, а другого, к примеру, не заметили, да, или других людей не заметили, и они начинают обижаться, они начинают, ну, скажем так, ругаться, вставлять какие-то палки в колеса, да, и постоянно выяснять отношения, что я знаю лучше, но почему-то взяли не меня, да. Как можно с этим конфликтом условно побороться в вашем, вообще сделать так, чтобы этого, грубо говоря, не возникало. Первое, наверное, прежде чем делать какие-то повышения, я бы порекомендовала, да, озвучить всем, что у нас будет условно какая-то определенная вакансия, да, что мы хотим кого-то из вас повысить, да, поэтому мы сейчас либо проводим какой-то конкурс, да, либо, соответственно, мы сейчас будем делать какие-то там структуризации изменения, предложите свои варианты, что бы вы сделали, да, для того, чтобы изменить компанию, да, чтобы изменить бизнес-процессы компании, и кто предложит лучшие варианты, да, условно, того человека мы и повышаем. И опять-таки, получается, вы повышать его будете за заслуги, а не просто так, и другие люди тоже будут понимать, и у них не будет каких-то обид, к примеру, да. Как еще это можно провести, эту историю? Ну, получается, вы просто озвучиваете, когда своим менеджерам о том, что есть какая-то определенная должность, да, мы ее, соответственно, даем за какие-то определенные заслуги, либо, да, мы проводим собеседование. Что я подражаю под собеседованием? Я работаю давно в компании, какое собеседование мне нужно проводить? Но если ты хочешь претендовать условно на какую-то должность, да, ты должен пройти отбор среди других кандидатов. Тогда продумайте, пропишите, какими функциями, навыками должен обладать ваш человек, да, то есть какие он должен пройти, не знаю, тесты, интервью, какие должен сделать задания, да, соответственно, и по результатам этого вы награждаете, ну, как бы, условно награждаете, да, повышением какого-то одного человека. И получается, тогда все остальные сотрудники будут понимать, что для того, чтобы получить, да, какую-то должность, вы не просто берете и одного кого-то над ними всеми ставите, да, вы, как бы, вы делаете отбор, вы делаете какой-то конкурс, и опять-таки это повышение, это будет поощрение, это будет результатом, да, успеха, успеха, того человека, как раз-таки, который себя проявил. И тогда вот этого конфликта заранее, да, вы можете избежать, то есть избежать вот этой истории, когда, ну, скажем так, другие будут думать, что несправедливо кого-то, да, здесь повысили за какую-то, не знаю, знакомство, да, за дружбу там, или за что-то еще. То есть вы изначально сразу же можете это убрать. Какие могут быть еще дальше, да, такие тоже большой пласт конфликтов в коллективе возникает, когда одному сотруднику кажется, что он работает больше, а другой сотрудник, условно, работает меньше, что он выполняет за него какие-то дела, да, а как бы, а второй, ну, условно, грубая, наверное, фраза, да, он где-то, как сказать-то без мата, извините меня за мой французский, да, то есть а он где-то ходит, ничего не делает, ничем не занимается, а за него работают другие. Такое часто бывает, да, что есть какой-то человек, да, максимально ответственный, который не может бросить свою работу и который не может бросить свои задачи, и поэтому он будет работать максимально, да, до конца, а другой человек, например, наоборот, с этой стороны у него не такой повышенной нормы ответственности, он просто уходит, да, и не выполняет какие-то свои задачи, и, соответственно, его работа перегружается на всех остальных. Логично, что люди будут этим недовольны, то есть никто не хочет выполнять работу другого, и тем более выполнять ее бесплатно, да, и поэтому понятно эти тоже недовольства людей, которые могут возникать. Что здесь помогает, чтобы убрать эти недовольства и убрать этот конфликт, которые возникают. Первое, конечно же, это должностная инструкция. У вас у каждого сотрудника должно быть описано, что он делает, за что он отвечает, да, и чем он вообще занимается на работе. И условно прописаны либо штрафы, да, либо какие-то там депримации, либо наоборот, соответственно, ну, то есть какая-то условно нагоняет, да, какой-то кнут за то, что он не будет выполнять свои обязанности вовремя или в срок, да, и тогда он может получить какую-то депримацию. И тогда, ну, как бы человек понимает, окей, он, допустим, это не выполнил, он что-то не сделал в срок, но тогда он недополучит какую-то сумму в зарплате. Ну, соответственно, а другой человек, да, выполняя, опять-таки, эту историю, ну, как бы будет зарабатывать, да, будет на хорошем счету. То есть, опять-таки, да, вот когда у вас четко описан ваш бизнес-процесс, когда у вас описано, кто за что отвечает, кто в какое время чем должен заниматься, да, какие задачи в течение дня выполнять, тогда и вот этой путаницы, да, не будет. То есть не будет один говорить человеку, слушайте, а я не знал, что мне тут сделать, а я не знал, что мне нужно сделать это к такому времени, поэтому я имею право это не сделать, к примеру, да. То есть, опять-таки, вот эти должностные инструкции, четкое понимание, кто за что отвечает, уменьшает это количество конфликтов в вашем коллективе. Что еще здесь может помочь, да, то есть, если у вас есть руководитель отдела продаж, там, не знаю, старший менеджер, или вы, допустим, в этот процесс максимально погружены, для того, чтобы все задачи выполнялись и каждый понимал, кто за что отвечает, к примеру, вы можете сделать такой график ответственности, я это так называю, внутри дня. То есть вы можете поделить все этапы работы, да, там, сделки клиентов, там, или что угодно. Вот, допустим, вы приходите сегодня на работу, и вы понимаете, что у вас, допустим, сегодня, там, есть задачи, там, подтвердить замеры, есть задачи дожать клиента на замеры, есть задачи дожать клиента на договор, там, провести какую-то, какую-то дополнительную консультацию, отправить какую-то информацию, заключить какое-то количество договоров, да, плюс у вас есть входящие клиенты в офис, например, да, тоже, есть входящие звонки, например, в офис, И, соответственно, работы очень много, не знаю, условно, а в офисе работает один, два или три человека, да, то есть и они могут не справляться, потому что у них есть свои клиенты, которых они не хотят бросать, логично, да, их тоже нужно довести до договора, но есть еще огромное количество других задач, да, которые сыпятся на него. Так вот, если вы делаете условно этот график ответственности, четко распределяете, Ваня, ты сегодня, не знаю, с 10 до 12 занимаешься своими делами, да, своими клиентами, с 12, не знаю, до 3 ты занимаешься тем, что ты обрабатываешь все входящих клиентов, пешеходов ногами, да, и, допустим, не знаю, с 3 до 7 ты занимаешься тем, что ты берешь трубку. Соответственно, Петя, ты тогда с 10 до 12 берешь трубку, там с 12, условно, до 3 ты занимаешься своими клиентами, с 3 до 6 ты, например, отвечаешь за заявки, да, и вы вот так вот их ротируете в течение дня, за каждую определенную зону, да, отвечает определенный человек. И тогда, опять-таки, каждый понимает, чем он занимается, и человек не должен выполнять не свои какие-то дела. Теперь есть обратная, да, сторона еще, что помимо вот клиентских дел, есть задачи условно-управленческие, да, какие-то административные, которые вы как руководитель даете своим сотрудникам. Вот, и здесь тоже очень часто бывают конфликты, да, или недопонимания, или обиды, что я вроде делаю все, что вы мне говорите, да, но я что-то либо делаю не так, либо я уделяю на это какое-то большое количество времени. Поэтому здесь важно на что обратить внимание, на то, как вы даете задание, да, то есть как я рекомендую, во всяком случае, это делать. То есть вы дали задание какое-то своему сотруднику, и прежде чем его отпускать, вы у него спросите, милый мой, а ты как понял это задание? Конкретно, да, вот я тебе сказала или сказал сделать вот это, что ты понял, что нужно сделать тебе? Потому что зачастую бывает, да, первое, у всех разная память, у кого-то слуховая, у кого-то зрительная иногда, но слух, например, люди тяжелее воспринимают информацию, чем в письменном виде, да, а вы можете задачи ставить как в письменном виде, да, так и лично. И поэтому, когда вы ставите задачу, ты всегда спрашиваешь, как ты понял эту задачу, что конкретно тебе нужно сделать, да, ну, то есть что ты будешь делать, чтобы вам сотрудник сказал, я буду конкретно делать то-то, 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 я тебя понял. И вы, когда вам будет проговаривать человек обратно, поймете, он правильно услышал вашу задачу или нет. После того, как он проговорил, что ему нужно делать, вы, соответственно, у него задаете вопрос, что тебе нужно для выполнения этой задачи? От меня какая-то помощь, от коллег, от какого-то другого отдела, да, или каких-то других сотрудников, то есть какие инструменты тебе нужны для того, чтобы эту задачу выполнить, чтобы человек сам понимал, проанализировал и мог сказать. Соответственно, и после того, как он это сказал, вы ему логично задаете вопрос, сколько тебе на это нужно времени, да, то есть у нас тайминг по этой задаче условно вот такой, да, соответственно, сколько тебе нужно времени. Успеваешь ты эту задачу сделать или не успеваешь в этот тайминг, да, если не успеваешь, а задача важная, то, например, какие другие задачи тебе нужно перенести по делам? Или ты четко понял, что тебе нужно выполнить к такому-то определенному сроку, соответственно, в такой-то срок я с тебя и спрошу. И обязательно, чтобы выполнить эту функцию контроля, вы должны, соответственно, проконтролировать его именно в тот момент, в то время, да, в тот день, который вы сказали, нужно эту задачу выполнить, спросить с этого человека. То есть не так, что вы поставили задачу, отпустили все на самотек, да, условно, вам человек в срок, к примеру, ее не выполнит, да, и вы потом, ну, условно, недовольны, вы можете поругаться, вы можете покричать даже, да, бывают и такие люди, да, которые, ну, которые свое недовольство высказывают через крик. Такое тоже бывает, не к этому сейчас, я не буду говорить плохо или хорошо, да, вы, допустим, прокричались, да, сотрудник ушел, обиделся, что случилось, да, я вроде как бы не понял, условно, но если вы поставили задачу четкую, да, человек ваш понял, как ему ее выполнять, он проговорил, он сказал, какие инструменты ему нужны, он сказал, с кем он будет взаимодействовать и сказал, в какое время, да, соответственно, и если в это время он не выполнил свою задачу, и вы ему напомнили, да, что, милый мой, у тебя сегодня тайм, ты должен мне что-то сдать, тогда вы имеете право, да, уже поругать, условно, этого человека, и тогда, обижайся, не обижайся, ты сам виноват в том, что ты ее не выполнил, ну, как минимум, это тоже вас избавит от определенного негатива со стороны ваших сотрудников, да, конфликтов, которые тоже можно избежать. Давайте теперь пойдем в более такие личностные, да, отношения, из-за чего тоже бывает иногда возникают конфликты в коллективе, когда между собой ваши сотрудники начинают делить что-то на личностном формате, да, то есть это может не относиться условно к работе, ну, или косвенно быть связано с работой, да, но они начинают ругаться. Если посмотреть на это более широко, у любого конфликта всегда есть заводила, я это так называю, да, то есть всегда есть особо недовольный, да, или особо такой эмоциональный человек, который, собственно, либо всех будет, скажем так, затравливать, да, либо проявлять себя, ну, то есть, так, прошу прощения, мне позвонили, который будет показывать себя вот так вот, скажем так, агрессивно, да, и это будет приводить к тому, что остальные будут с ним постоянно ругаться, да, или находиться в каком-то таком неприятной истории, в стрессе, вот, поэтому, если вы видите, что в вашем коллективе постоянно какие-то идут склоки, постоянно идет какая-то ругань, да, вы, как опытный человек, понимаете, что кто-то здесь у вас есть, кто, условно, настраивает других людей, да, и является таким ядром этого негатива, и, ну, как бы, если вы побольше побудете в коллективе, да, проведете с ними времени, вы поймете, кто это, да, или можете поговорить со всеми и понять, от кого это все исходит, и когда вы, условно, обнаружили этого человека, да, ну, то есть взять его и просто уволить, ну, наверное, это глупо, да, потому что этот человек может хорошо продавать, этот человек может, в принципе, хорошо работать, да, у него могут быть объективные или необъективные требования, но, как минимум, потерять сотрудника и быстро найти ему замену и найти какого-то другого человека на работу будет очень сложно, да, и поэтому нужно понять, что его, собственно, не устраивает, да, и такого человека нельзя разбирать на виду у всех, ну, то есть, я что имею в виду, отчитывать его, ругать, говорить, да, ты такой плохой или какой-то не такой, это не поможет решению вашего конфликта, да, который уже есть в какой-то коллективе, какой-то негатив, то есть вы с ним один на один для начала вызываете его на беседу, да, чтобы прояснить, что же мило идет не так, давай-ка мы с тобой поговорим, ты все свои претензии мне выскажешь, да, объективные, необъективные, неважно, все, что тебя сейчас конкретно не устраивает, ты мне расскажи, да, то есть, и мы дальше уже обсудим какие-то пути решения, решения, что мы можем сделать дальше вместе, если вы понимаете, что это объективные какие-то вещи, да, то есть вы для себя их запишите, скажете, окей, я постараюсь их решить, да, давай мы теперь обсудим про нашу общую атмосферу в коллективе, да, какие у нас есть правила игры, как мы вообще общаемся, что приемлемо, что здесь неприемлемо, вот, и вы все здесь руководители, вы устанавливаете правила, этот человек должен это понимать, да, то есть, если вы сказали, что у нас неприемлемо ругаться, кричать, обзываться, там, хамить и все прочее, значит, так, делать нельзя, если я такое увижу, да, соответственно, то у тебя может быть какое-то дисциплинарное взыскание, всех остальных вы также, соответственно, об этом предупреждаете, да, прежде чем начать выставлять какие-то дисциплинарные штрафы или взыскания, должны быть прописаны правила игры, как раз-таки они у вас и должны быть прописаны в должностных инструкциях, где четко прописано, как мы общаемся с друг с другом, да, что приемлемо, а что неприемлемо в общении с коллективом. Так вот, вы поговорили с вашим вот этим забиякой, вы понимаете, что причины объективны, вы их выслушали, обязательно поблагодарите его за то, что он вам это рассказал, что он не побоялся, да, потому что этому человеку тоже важно в том числе признание быть услышанным, вот, и постарайтесь, конечно, вместе каким-то образом это решить. Если вы понимаете, что причины не объективны, и человек просто находится сам по себе уже в очень жутком негативе, да, его невозможно из него, ну, соответственно, вытащить, да, попробуйте его перевести в позитив, да, объяснить ему, какие процессы в компании происходят, что и как должно быть, да, что приемлемо, что неприемлемо, проговорите с ним еще раз все, да, да, и скажите человеку, слушайте, я тебе сделал предупреждение, да, давай-ка в следующий раз, ну, как бы я буду решать эти вопросы совершенно по-другому. Если вы видите, что это не помогает, да, соответственно, и ничего лучше не происходит, ну, как бы не становится, ну, значит, с этим человеком нужно будет попрощаться, да, чтобы другие понимали, что это неповадно, что так делать нельзя, и что вы не тот человек, который, ну, скажем так, не исполняет свои какие-то, ну, скажем так, указания, да, назовем это так, потому что зачастую бывает вот один такой максимально негативный человек, которого никаким образом не исправить в позитив, да, вы пытаетесь с разных сторон и так, и так, и так, но не получается, да, то он просто начинает разлагать атмосферу всего коллектива, ну, соответственно, это приводит к тому, что вы, в принципе, потом потеряете всех, да, поэтому смотрите сами, что это за человек, как он себя ведет, да, можете ли вы это исправить ситуацию или не можете это исправить ситуацию. Я не помню, как, был такой режиссер, по-моему, Орсон Волс его правильно звали, но могу ошибаться с именем, у него была такая тоже интересная история, что когда, чтобы поставить себя в коллективе, да, когда, условно, вы, например, пришли в новый коллектив, да, вы руководитель, допустим, и вы видите, что ваши подчиненные вас не слушают, да, или, там, вы не можете поставить свой авторитет или что-то еще, такое тоже может быть, да, что делал он в таком случае, да, то есть он всегда на съемочную площадку, к примеру, перед тем, как, ну, как бы начинались какие-то съемки, он брал, условно, подставного человека, да, за какую-то денежку, специально для того, чтобы его уволить. То есть и когда начинался съемочный процесс, он понимал, что ему нужно поставить себя главным здесь, да, чтобы все понимали, что этот человек авторитет, к примеру, вот, и в самом начале, да, то есть человек начинал сопротивляться ему, делал что-то не так, и он его показательно увольнял, объясняв, ну, как бы объяснив здесь, что правила такие, мы работаем здесь так, да, все, кто не приемлет эти правила, на выход. Этот человек говорил, я не приемлю ваши правила, меня это не устраивает, я хочу, чтобы было по-другому. Он его показательно при всех увольнял, дальше после этого люди понимали, что здесь, как бы, шутки плохи, да, что здесь, если сказали, делают, значит, делают, собственно. И, как бы, какие-то вот такие склоки, да, какие-то вставления палок в колес руководителю сразу же заканчивались. Честно скажу, я один раз применяла тоже такой способ, но я не брала человека, чтобы специально его уволить, но я показательно увольняла руководителя одного из отделов, да, для того, чтобы остальные понимали, что, ну, как бы, меня нельзя прогнуть. Да, мне было непросто, это было первое мое такое сильное увольнение, ну, то есть человек, ну, условно, был в своем каком-то негативе, да, уже его было оттуда не вытащить, и он постоянно писал какие-то изъявительные, да, сообщения, как там, ругался, там, всех подделывал, то есть, ну, постоянно был вот таким ядром, да, который конфликты зарождал вообще во всех отделах. Причем это были и конструктивные, и неконструктивная критика, и я понимала, что тут уже вообще ничего не сделай, ну, и, соответственно, я написала письмо, ну, как бы, ты уволен, условно, да, понятно, что мы потом еще по телефону поговорили, лично поговорили, разошлись мы максимально позитивно, и более того, через 8 месяцев человек попросился ко мне обратно, сказал, что он все понял, принял, походил по компаниям, к примеру, да, и у него не получилось там хорошо, он понял, что он делал не так, он поработал с собой, со своим психологическим состоянием и хочет вернуться обратно. Виталий, если ты смотришь, привет, я говорю про тебя, я тебя очень сильно люблю и уважаю как человека за то, что ты тогда пришел, за то, что мы с тобой как бы проговорили очень много моментов, но действительно было так, да, то есть, если мы понимаем, что конфликты постоянные на одном месте, и это просто перебор какой-то, мы ничего с этим не можем сделать, то лучше попрощаться с человеком, попрощаться на хорошей волне и просто разойтись, да, для того, чтобы дальше это было хорошо. Так вот, если резюмировать, да, то, что я вам сегодня говорила, конфликты для того, чтобы их не было в коллективе, да, у нас должны быть первое, четкие, понятные правила игры для всех, да, правила игры, вот это вот описание создается руководителем компании, то есть вы или, ну, как бы, руководителем отдела продаж, собственником угодно, ну, руководителем, да, я это называю, то есть, когда вы описываете, что можно, а что нельзя, да, когда вы создаете должностные инструкции, описываете свой процесс, как он должен идти и кто чем должен заниматься, и вы своим сотрудникам четко говорите, вот так вот мы работаем, вот по таким правилам мы живем, да, такие нормы у нас приняты в компании, и все, соответственно, других вариантов нет, и вы сами этому подчиняетесь, вы тоже сами по этим же правилам и работаете, да, грубо говоря, вот, дальше, если ваши сотрудники начинают делить клиентов, делить деньги, соответственно, значит, надо продумать какую-то систему мотивации, да, чтобы никому не было обидно, да, но и клиентов при этом не бросали, я вам рассказала три варианта, как это можно сделать, если вы не с самого начала, посмотрите потом видео с самого начала, там будут варианты, дальше, да, следующий момент, соответственно, если вы нашли в своем коллективе забияку, да, который, соответственно, разлагает весь коллектив, не надо его сразу увольнять, надо вначале понять, что так, что не так, да, соответственно, и уже после этого принимать какие-то решения, то есть и с таким человеком разговаривать всегда по отдельности, да, то есть, опять-таки, конечно, если вы понимаете, что вам нужно собрать всех, да, обсудить туда-сюда, вы можете это сделать, но это, как правило, придет к тому, что они еще раз друг другом поругаются, да, вам выскажут очень много всего и нужного, и ненужного, и то, что они на самом деле могут не думать, да, поэтому я рекомендую разговаривать всегда по отдельности, вначале с одним человеком, выслушать его точку зрения, потом с другим человеком и, ну, или несколькими людьми, если это какая-то команда, да, и уже после этого принимать какое-то окончательное решение. Самое главное, я вас заклинаю, будьте, пожалуйста, объективны, никогда не принимайте никакую сторону конфликта, да, то есть, вы, как руководитель, если вы начнете, ну, грубо говоря, либо в одну сторону склоняться, либо в другую, ты прав, а ты виноват, да, вот такую позицию, если вы начнете исповедовать, то вы точно кого-то одного потеряете, да, кто был условно виноват, который так не думал. Поэтому, если у вас происходят какие-то конфликты, да, и вы начинаете давать какую-то обратную связь, всегда говорите, благодарю, да, вас за то, что вы высказали свое мнение, я понимаю и твое недовольство, я понимаю и твое недовольство, давайте вместе искать пути решения, соответственно, для того, чтобы выйти из этой ситуации, потому что в ней находиться мы не можем. Но при этом не надо говорить, так, ребята, разобрав вашу ситуацию, ты прав, ты не прав, ты получил это, ты получил это, ну, к примеру, да, вот если вы в таком ключе начнете, да, то есть вы вызовете какую-то стену, барьеру этого человека, вот, и, собственно, он не услышит вас, он не поймет, да, и он еще больше обидится, и еще хуже может случиться. Поэтому, заранее поняв это, нам проще сказать, окей, я понял ситуацию, я вижу, что у вас всех что-то беспокоит, спасибо, что вы об этом сказали, давайте вместе ее решим, да, и уже конструктивно переходить к тому, чтобы что-то решать. Не сейчас наша задача не находить правых виноватых, да, не устраивать какой-то поиск, там, охоту на ведьм, да, это правильно называется, вот это нам не нужно, потому что это никогда не приведет к здоровому коллективу, да, то есть когда ведьма условно будет найдена, кто-то пострадает, кому-то будет больно, ну, соответственно, другие видя, что, опять-таки, кто-то очень сильно и больно пострадал, да, вы их можете потерять, ну, или еще изменить отношение к себе, да, то есть будьте максимально справедливы, объективны, как руководитель не занимайте чью-то точку зрения, да, просто показывайте, что вы за то, чтобы выйти из этого конфликта, вы за то, чтобы сейчас найти какое-то конструктивное решение, да, а если у вас есть какой-то регламент или если у вас есть инструкция работы, да, и вы понимаете, что вот у нас есть бизнес-процесс, мы движемся вот таким образом, да, значит, мы делаем вот так, вот это наши правила игры, и все ситуации мы рассматриваем в рамках наших регламентов, в рамках наших инструкций, если у нас их нету, значит, мы должны их создать, написать, чтобы на будущее таких ситуаций не возникало, поэтому еще раз вас благодарю за то, что эта ситуация случилась, за то, что вы ее озвучили, давайте вместе решим, да, напишем инструкцию, напишем какой-то регламент, какие-то общие правила, по которым мы потом на будущее будем взаимодействовать, да, поэтому конкретно в этой ситуации, ну, условно, никто не страдает, да, но если на будущее будет повторение ровно такой же ситуации, после написания регламента, инструкции или каких-то правил, то вы будете наказаны, ну, условно, согласно этой же инструкции, регламент, там, и выписать какой-то дисциплинарный штраф, да, но прежде чем начать штрафовать, да, повторюсь, разбираем ситуацию, находим пути решения, решаем ее, и потом, если вы второй раз делаете то же самое, то, конечно, вы уже будете страдать. Вот я об этом хотела сегодня с вами поговорить в рамках именно конфликтов, да, потому что зачастую, да, я вижу, что они решаются по-другому, и зачастую, ну, как бы, когда я оказывалась в каких-то таких ситуациях, они решались максимально эмоционально, да, и это всегда было тяжело. Вот, к примеру, да, мой супруг, он вообще человек, который очень сложно воспринимает крик, да, какой-то и какой-то конфликт, что я имею в виду. Если вокруг него кто-то ругается, да, или если кто-то на него начинает повышать голос или ругаться, для него это признак того, что эта атмосфера максимально нездоровая, он здесь работать не будет, он будет менять работу. Хотя, возможно, на него даже конкретно, да, никто условно не ругался. А ругались вокруг него, и он понимает, что это необъективно, это ненормально, да, он здесь работать не хочет. И он, как хороший классный специалист, начнет менять работу. И поэтому, если в вашем коллективе появляются конфликты, у вас есть такие люди, которым важна атмосфера, отношение дружбы этой семьи и прочее, то вы можете просто человека, даже не задействованного в этом, просто потерять. Потому что это будут какие-то склоки, это будут какие-то конфликты, это будет какая-то неприятная история, сюда будет неприятно ходить на работу. А все-таки помните, что люди на работе проводят минимум 8 часов в день, каждый свой день рабочий, минимум 5 дней в неделю. И если человеку неприятно находиться на этой работе, соответственно, то он на ней не будет находиться, потому что все-таки это как бы большая часть его жизни, работа как его второй дом. И в этом доме должно быть комфортно и приятно. Но вы как руководитель, вы как хозяин этого дома, соответственно, можете установить абсолютно любые правила. И под эти правила уже объяснять своим сотрудникам, и все понимают, как в этом доме жить и по каким путям идти для того, чтобы здесь было комфортно всем. Но опять-таки это вам поможет разбирать конфликты. Я надеюсь, эти маленькие инструменты, эти маленькие лайфхаки, возможно, я не открыла ни для кого Америку, и вы это все слышали просто под каким-то другим углом или пробно под тем, по которым рассказываю я, это уже решать вам. Но в любом случае в теме конфликтов хотела обсудить именно это. А спасибо за тем, что вы были со мной в прямом эфире. Буду рада вашим комментариям, буду рада вашим реакциям и лайкам. Если у вас есть еще какие-то ситуации, которые приводят конфликт, конфликты, которые приводят в вашем коллективе, пишите мне в комментариях. Буду вам отвечать и писать, как бы я поступила. Вместе разберем, возможно, найдем еще какие-то причины, из-за которых конфликтуют ваши сотрудники, и сделаем все возможное для того, чтобы этих конфликтов не было. Всем хорошего дня!